Вместо деревянных опор железобетоны, а взамен голым проводам самонесущие изолированные. В садоводческих товариществах серьезно занялись реконструкцией электросетей. Теперь половина электросетевого хозяйства садоводов пришла в аренду, а другая половина полностью в собственность электросетевым компаниям. Владельцы дачных участков больше не тратят деньги на обслуживание и ремонт коммуникаций, как это было раньше. Мы в разных СНТ работаем, мы производим такие работы. По монтажу, получается, мы монтируем и по абонентов подключаем, переподключаем. Мы стараемся в кратчайшие сроки выполнить все заявки. Некоторые абоненты обращаются с просьбой о замене проводов и опор, где уже происходит разрушение этих опор. СНТ «Вишневый сад» существует 35 лет. Местные деревянные электростолбы последние годы нуждались в дополнительной опоре. Новенькие железобетонные столбы здесь появляются постепенно. За три месяца в товарищи заменили около 70 опор и 3 километра проводов. Это 40% от общего объема работ. Садоводы почему так начали активно передавать и сети, проводить активно работу по замене, по улучшению своей инфраструктуры. Это, конечно, в первую очередь зависит от той поддержки, которую нас поддерживает региональное наше правительство. Это та программа софинансирована, которая у нас уже работает с 2011 года. Через несколько линий от «Вишневого сада» начинается Санта-Радуга, организованная в 1993 году. Сейчас в товариществе 1100 участков. Здесь электросетевая компания заменила порядка 80 опор и приступила к установке новой подстанции. Раньше было садоводам, придут, включат обогреватели, там 120-130 вольт, а это никуда не годится, и все жаловались. А сейчас с этим поменяются провода, поменяются трансформаторы, увеличение. Садоводы только рады будут идти. И хочу к этому еще добавить. Садоводы СНТ, возвращайтесь сады, пользуйтесь своими садами, так как у нас улучшение электрификации идет. СНТ «Елочка», «Весная» и «Пригородный» уже увеличили электрическую мощность за счет модернизации. Тем временем садоводы Железнодорожного и Завожского районов Ульяновск улучшают систему подачи воды. Правда, на собственные деньги. На территории товарищества «Прогресс» сейчас устанавливают резервуар на 250 кубов. В ближайшее время планируют установить еще два резервуара с тем же объемом. Работы ведутся за счет программы «Пятилетка водоснабжения». На качество воды это повлияет, что вода будет постоянно в летний период и днем, и ночью. На сегодняшний день у нас с настоственной станции питается 8 садовых товарищей, и получается, что вода раз в неделю. А строительство этих резервуаров будет постоянно, круглое, суточно. А вот ремонт дорог и подъездных путей у садоводов – вещь постоянная. Ежегодно на эти цели выделяют 25 миллионов рублей. Сейчас в регионе насчитывается 264 товарищества. Ринат Альулова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ.